Меня зовут Сергей Брилев. Я понимаю, что у многих из вас я ассоциируюсь с медийным миром. Естественно, медиа-референции я буду на медиа и выводить, но хотел бы также представиться в моем параллельном качестве. А параллельное качество мое состоит в том, что я являюсь президентом Ассоциации «Глобальная энергия». Это самая ассоциация, которая вручает ежегодный период глобальной энергии. Вот у нас первая тема нашей сессии обозначена о расширении географии, о взаимодействии с медийным миром. Я похвастаюсь, отчитаюсь перед вами, что, несмотря на по всем понятным причинам тяжелейший год, который мы переживаем, премия «Глобальная энергия» в этом году установила рекорд за 20 лет своего существования. У нас заявки из 48 стран. Такого не было никогда. В плане хвостовства, добавлю, что когда мы, новый менеджмент, пришли 3,5 года назад, заявок было 12. Из 12 стран в этом году 48, четырехкратный рост. Но мы могли, в принципе, опустить руки в течение последнего года и сказать, что ничего нам не светит. Однако же набрали. Из недружественных есть заявки из Штатов, Швейцарии и Японии, основная масса нами собрана за счет очень активной работы с развивающимся миром. И в плане поворота на восток у нас много Азии, но также Африка и Латинская Америка. Поэтому, теоретически, соглашаясь, когда я соглашался вести эту сессию, можно было бы предположить, что я настроился на разговор о том, как же плохо и как же тяжело. Я предлагаю поговорить о том, как же тяжело, но как же при этом, оказывается, можно сейчас все разруливать. Хотя в медийном мире, в котором я сейчас вернусь, проблем, конечно, выше крыши. И я, например, сразу обозначу, что заботит лично меня. Из-за санкций мы, например, потеряли доступ к базе данных музыки, что особенно важно для производства документальных фильмов. Надеюсь, что кто-то видел недавний наш фильм про тушенку, слонину и разведку к годовщине Сталинградской битвы. Мы смогли спокойно сделать, потому что он был основан как раз на том, что мы нашли в архивах Сталинградского музея необычную мелодию, посадили оркестрик, он ее сыграл. Но вот сейчас, когда мы подбираемся к следующим проектам, мы думаем, как поступать. У меня есть позитивный ответ на этот вопрос, но это одна из проблем медийных, международных. Вторая проблема, очевидная, может быть, меньше задевающая Дальний Восток, но точно задевающая российские корпункты в Европе, в Штатах. Это закрытие счетов, лишение аккредитаций, хотя, опять же, в развивающемся мире все нормально. Третья проблема, о которой я тоже думаю, что мы поговорим, я просто хотел сразу обозначить горизонт. Проблема очень больная. Это софт, редукционный софт. Я думаю, что те из вас, кто представляет средства массовой информации, в общем-то, знают, о чем я говорю, знают, в какую сторону мы, каких новых проблем мы ждем. Но, опять же, разрешение у этих проблем есть. Я думаю, что по ходу сессии мы это дело обсудим. Я посчитал, кажется, 20-й раз я в Владивостоке. Поэтому я позволю себе начать с того, что передам слово моему замечательному другу, почетному журналисту Приморского края, моему старому товарищу Ипп ГТРК, моему партнеру с общественного телевидения Приморского Владимиру Григорьевичу Ощенко, которого хочу попросить рассказать всем ту замечательную и интересную историю, Володь, которая с тобой произошла на китайском направлении в последнее время. Ну-ка, расскажи, а после этого мы от тебя прыгнем во все стороны. Добрый день всем. Тема моего маленького докладика будет такая – взаимодействие телеканалов России и Китая на региональном уровне. Это будет история об абсолютно реальных событиях, не теоретические какие-то размышления, а о том, что мы смогли сделать за, в общем-то, уже достаточно продолжительное время вместе с нашими китайскими коллегами. История начиналась, честно говоря, как многое в журналистике, просто с личных контактов. В 2009 году к нам на государственную телерадиокомпанию «Владивосток», в которой я работал, прибежала девочка по имени Юй Сюйцинь и сказала, «Я учусь на филфаке ДВГУ, тогда еще не было ДВФУ, на филфаке ДВГУ на русском отделении для иностранцев, и я знаю, что в Пекине скоро будет открыт телеканал CCTV русский». Тогда эта компания называлась CCTV – «Центральное телевидение Китая». Позже она переформатировалась CGTN – «Центральная китайская глобальная телесеть». Ну, Юй Сюйцинь сделал несколько сюжетов нам в программу «Вести Приморье». Успешно уехала в Китай, открылся там канал CCTV русский, ее взяли на работу. И как-то я был в Пекине, позвонил ей, и она говорит, «Слушай, давай мы встретимся с нашим главным редактором Дин Юнам». Пошли мы на улицу в Адфудзинь в ресторан «Утка по-пекински», поели утки и договорились о том, что надо бы нам начать работать. Вот давайте следующий слайд. Можно следующий слайд? Слышите меня? Поначалу у нас была очень такая тупая технология. Я каждый день получал письмо из Пекина, отмечал, в котором было написано, какие сюжеты они готовы нам предложить для обмена. Отвечал, и они выкладывали на какую-то там платформу, с которой мы скачивали. В 2017 году, когда китайские коллеги поняли, что сотрудничающих компаний с ними становится много, они создали вот такую платформу информационного обмена Китай и страны ШОС. Помимо стран ШОС туда еще входят Индия и Пакистан. Давайте дальше. Следующий слайд. Следующий слайд, можно? Вот здесь, в этом списке мелковата правда, но здесь 26 телекомпаний из России, которые сотрудничают с CGTN. Среди них телеканалы «Россия-1», «Россия-24», есть медиагруппа «Мир», «ТВ-Брикс». Остальные компании региональные – это представители Сибири, Дальнего Востока, Хабаровская, Мурская область и Приморский край. Причем в Приморском крае сотрудничают сразу две компании – и ГТРК «Владивосток», и общественное телевидение «Приморье». Следующий слайд, пожалуйста. Благодаря вот этой платформе теперь мы видим, какие материалы мы выкладываем. И самое главное – мы видим, какая телекомпания. Эта платформа закрытая, я хочу сказать, она с паролями, каждые полгода пароли обновляются, поэтому это чисто служебное. Мы можем положить какой-нибудь, допустим, свой репортаж и увидеть, что никому из участников платформы этот материал не понадобился. Поэтому, в общем, есть некий такой журналистский интерес поставить тот материал, который реально уйдет в эфир. И вот видите, там справа колоночка, самая крайняя. Я вижу, кто скачал наш материал. Следующий слайд. А раз скачал, значит, использовал. Это забавная история. В марте открылось, наконец-то, сообщение между Харбином и Владивостоком авиационное. Первым рейсом улетел туда губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяка. Мы сделали об этом сюжет, но этот сюжет, точнее, это событие произошло в выходные дни. А у нас на общественном телевидении Приморья в выходные дни новости панорамы не выходят. Но мы опубликовали этот сюжет на этой платформе, и он вышел раньше, чем во Владивостоке, в Харбине и в Пекине. Это такая забавная история. Следующий слайд. Вот тоже материал, который был очень любопытен для наших китайских коллег. В апреле в Владивосток пришел новый контейнеровоз, названный по имени легендарной женщины-капитана Анны Ивановны Щетининой. Этот материал тоже был опубликован, причем на нескольких CGTN-овских каналах. Там есть что-то типа Росбизнес-консалтинга РБК, бизнес-канал вот там вышло, и на главном канале CCTV. Следующий слайд. Это наш совместный проект. Дело в том, что уссурийские тигры, в Китае их называют манчжурскими, но это на самом деле одна и та же популяция, они границ не признают, шарахаются из приморского края в провинцию Хэлуньзян. И только недавно в Китае наконец-то обеспокоились сохранением наших полосатых ребят. Создали северо-восточный резерват для уссурийских тигров и дальневосточных леопардов. И вот мы совместно вместе с китайскими коллегами сделали фильм, который даже выиграл приз на кинофестивале документальных фильмов в Белоруссии. Это было, по-моему, да, это было в апреле этого года. Фильм назывался «Земля больших кошек». Следующий слайд. Кстати, можете поискать в интернете, если любопытно. А это я просто приложил эту картинку для того, чтобы вы увидели, кто именно являются партнерами этой работы. Это и общественное телевидение Приморья, и ГТРК Амурская область, Биробиджан и ТВ Брикс. ТВ Брикс, кстати, очень активная такая телекомпания. И эффектно они работают. Следующий слайд. Когда мы получили возможности для такой технологии, то мы создали программу «Китайская шкатулка». Она выходит уже несколько лет, по-моему, с 2017 года. Точно помню, 218 выпусков. Она выходит раз в неделю. 218 выпусков, потому что как раз вчера я сдал очередной выпуск «Китайской шкатулки». Там мы публикуем как материалы наших китайских коллег, так и свои собственные материалы, которые имеют какое-то отношение к Китаю. Следующий слайд. Ну, поскольку такие наши дела общие, в общем, выглядят достаточно эффектно и продуктивно для китайских коллег, поэтому в этом году на праздник Чунзэ, это китайский Новый год, Новый год по восточному календарю, наши китайские коллеги попросили сделать специальный сюжет для их гала-концерта. А гала-концерт, между прочим, китайского телевидения, смотрит вся страна. Это типа нашего голубого огонька. Он длится там несколько часов, то ли пять, то ли шесть часов. И в книге рекордов Гиннеса этот гала-концерт новогодний включен как самая осмотребельная программа мира, потому что ее смотрит огромное количество людей. Следующий слайд. И мы рассказали нашим китайским зрителям о том, что такое твердое море, потому что китайцы в силу географического положения не представляют себе, что по морю можно ходить. Не только по нему можно плавать, но и ходить. И, к слову сказать, один из сюжетов, который сделала та девочка, ее сюицинь, как раз была именно про замерзшее море, про замерзший Амурский залив. А вот Ира Бачанцева, наш корреспондент, держит как раз в руках надпись «Замерзшее море». Для Китая это настолько сложная формулировка, что потребовалось целых пять иероглифов, чтобы рассказать о том, что такое замерзшее море. И этот гала-концерт по статистике наших коллег, хотя она, я думаю, лукавая, но они написали, что этот выпуск посмотрело 16 миллиардов 230 миллионов зрителей. Точнее, я соврал, не зрителей, а 16 миллиардов 230 миллионов просмотров. Имеется в виду и трансляция в самом Китае, и трансляции на русском, английском, испанском языках, и плюс еще всяческие интернет-платформы. Ну, 16 миллиардов, это, в общем, для нашего сюжета, я думаю, это хорошая цифра. Следующий слайд. И, в общем-то, это наша работа, она принесла и дополнительные эффекты. Вот буквально с 1 июня мы начинаем контракт с нашими коллегами из Джидзиана и Шанхая. Компания RuArts, видите, в углу их стоит логотип, компания RuArts уже в прошлом году в тестовом режиме перевела три наших программы. Это сделано пока субтитрами. Но вот в этом контракте мы заключаем договор на три компании. Это RuArts, общественное телевидение «Приморье» и компания «Металингва». Никакого отношения к Цукеру и Фейсбуку она не имеет. Это компания, которая занимается разработками голосового переводчика на базе искусственного интеллекта. И вот они предлагают нам перевести 20 программ «Морская» с разведенными дорожками. Мы отдельно им отправляем видеодорожку и отдельно аудиодорожку. Для того, чтобы искусственный интеллект, мой голос, я ведущий этой программы, перевел на кантонский диалект и на путунхуа. Потому что иероглифы для китайцев это общая, для всех районов страны. Но диалектов у них очень много. И кантонцы не понимают тех, кто живет на севере, которые говорят на путунхуа. Поэтому программа будет переведена на два китайских диалекта. Что из этого получится, мне очень любопытно. Мы поначалу думали о том, что этот проект можно сделать и бесплатно. Но китайские коллеги из Руарца сами предложили купить эти программы. Так что помимо хорошей, так скажем, популяризации, этот проект еще принесет, надеюсь, принесет и какой-то финансовый успех. И последний слайд. В этой программе в китайской, переведенной на китайский язык субтитрами, мы вдвоем с моим хорошим другом Сергеем Ивановичем Масленниковым, он присутствует в этом зале. Мы как раз говорим об экологии Бахайского и залива Петра Великого. Так что я, подводя итог к этому своему сообщению, просто хочу сказать, что не надо ничего бояться, думая, что вот мы тут маленькие, мелкие, там, краевая телекомпания, каким образом мы можем быть интересны, там, такому гиганту, как центральное телевидение Китая. Оказывается, можем быть. Главное просто найти общие темы и общие точки соприкосновения. Появится это, и будут ваши материалы выходить в других странах, и вы тоже будете получать возможности для вот этого вот медийного взаимодействия. Спасибо за внимание. Володь, да объясни одну вещь. То есть, значит, искусственный интеллект будет переводить твою русскую речь твоим голосом на китайскую речь твоим голосом. Да, да. То есть сохранится авторская интонация, да? Так точно, так точно. Именно так. Именно так. Очень интересно, что это выйдет. Просто интересно. То есть я должен заговорить на кантонском диалекте или на патунхуа. Потрясающе. А мы с Сергеем Ивановичем позавчера и с Вадимом Григорьевичем ходили к острову Аскольда, к пяти пальцам, потому что в свою очередь снимаем фильм о мировой водоразделе, вторую серию того, что мы делали в прошлом году. Сергей Иванович при нас выпускал мальков краба. Но у меня уже тоже в загашнике есть несколько проектов, которые мы делаем с развивающимся миром. В прошлом мировой водораздел мы делились из ИСЕАНИ из Монтовидео. А часть того, что мы делаем глобальной энергии, выходит как раз опять же на ТВ БРИКС. И через ТВ БРИКС мы сейчас везем группу журналистов на наше объявление имен лауреатов в ПУСБАС. И что этот ресурс, на который многие из нас высокомерно смотрели, он на самом деле сейчас, может быть, наконец-то и выстрелит. Причем будет оценен по достоинству, а не по остаточному принципу. Илья Иванович Севаченко, присутствующий здесь, является почетным консулом Южноафриканской республики во Владивостоке. Давайте немножко разовьем тему вот этого географического перераспределения. Что касается БРИКСа и не чужой, родной для меня Латинской Америки, я все прекрасно знаю. А ЮАР и разворот на восток попадают в один какой-то струю? ЮАР точно попадает в струю, потому что, наверное, это одна из достаточно немногих стран, которые сейчас открыто признали, что они поддерживают Россию в ее борьбе с империализмом. Вот, причем называли вещи своими именами. Так другие страны БРИКС, включая Индию и Китай, высказываются более деликатно и более осторожно. Я, как старый консерватор, наверное, не сильно верю в такой точный перевод, что у вас искусственный интеллект переведет программу, тем более такую красочную программу, как ваша, потому что ничего не бывает лучше выверенного, детально выверенного перевода. Потому что я заканчивал Московский военный институт иностранных языков, и до сих пор не верю, что электронные переводчики могут переводить лучше, чем нормальные синхронисты. Но я считаю, что сейчас главным лозунгом, наверное, представителей средств массовой информации на длительное время, скорее всего, на длительное время будет лозунг «Не навреди». Сейчас то, что показывает Владимир Григорьевич в своих передачах, аппровизирующие, допустим, Россию, наши красоты, туристические какие-то возможности, это да. А что касается бизнеса, то две недели назад мы были в Китае и столкнулись с тем, что китайцы очень осторожно относятся к подаче любой информации, к высвечиванию любой информации, которая касается бизнеса и сотрудничества. Мы говорим про новые возможности, которые открываются для нас в связи с поворотом на Восток. Но на Восток это не только Китай, это, естественно, будет Индонезия, это страна с мощнейшими возможностями, это будет ЮАР. Сейчас товарооборот между Россией и ЮАР возрос в разы, но мы стараемся про это тоже много не говорить, потому что как только где-то в прессе появляются названия компании, банка, завтра эти структуры уже будут в санкционных списках. Как только появляется фамилия какого-то руководителя, который похвастался какими-то успехами в параллельном импорте, завтра его там уже не будет. И сейчас я думаю, что бизнес очень сильно закроется от средств массовой информации для того, чтобы не навредить, не навредить. И китайцы, в первую очередь, китайские банки стараются вообще не освещать никакой информации касательно нашего сотрудничества. Губернатор наш говорит, правильно говорит, про растущие объемы товарооборота, про объемы грузов, которые идут от нас и к нам. И там это все есть факт, но в самом начале санкции против России самым главным вредителем, который мешал параллельному импорту, была наша таможня и ее статистика. Потому что кто-то старался что-то организовать, а получив таможенную статистику из открытых источников, сразу видели, кто везет, что везет, каким образом, кто что нарушает. И нам сейчас, даже с точки зрения экономической безопасности государства, нужно будет или государству ввести цензуру, что непопулярно, или журналистам очень осторожно пользоваться информацией. Это я, как и консул, и как бизнесмен, думаю и считаю. Сейчас экономическая пресса, те экономические обзоры, которые идут по телевидению, которые где-то публикуются, сейчас информация очень быстро доходит до потребителя, неосторожно сказанное слово журналистам, неосторожно написанная статья, пальчиком указанное направление, приводит к срыву поставок, приводит к срыву контрактов. Это будет касаться и судостроения, это будет касаться и каких-то сложных исцов, всех этих вещей, что касается компьютеров, что касается каких-то сложных вещей. Параллельный импорт пошел, пошла работа, но это будет все кроиться, и кроиться через получение информации, в первую очередь из открытых источников, это в ваших материалах. Поэтому нужно быть осторожными и не навредить. Спасибо большое. Ну да, действительно, надо с оглядкой на многие вопросы сейчас смотреть. Я хотел Герману Звереву задать вопрос в продолжении того, что мы обсуждали буквально две недели назад на Евразийском форуме в Москве, где ваш почетный слуга, поградный слуга вел сессию, связанную с взаимодействием Евразийского союза и Латинской Америки. Повторяю, он не чужой для меня регион. Там выступал очень связанный с Россией перуанский делегат с большим объемом поставок, который рассказал интересную штуку. Значит, в данный момент вся логистика была построена через Турцию. В ожидании возможных перемен в Турции, не случившихся, они прорабатывали вариант Египта. Но в силу того, что Перу-то как раз страна еще и Тихоокеанская, я ему говорю, а восточные ворота? Он говорит, не. Потому что плечо логистического контейнера Перу-Шанхай равняется там столько-то и столько же столько же, сколько за транзит Перу-Шанхай надо заплатить за плечо плечишко Шанхай-Владивосток. Да, 6 тысяч долларов, да. И 5 тысяч долларов здесь. Ну, практически столько же. А дальше еще Транссиб. Он говорит, не, мы посчитали, это бессмысленно. Мы с ним потом... Ну, я так немножко в теме, я говорю, хорошо. Я говорю, а если даже к нашему неудовольству... Понятно, что в России многие смотрят косо на эту историю. Но если даже к нашему неудовольству китайцы построят железную дорогу через Среднюю Азию, он говорит, ну, тогда вот по деньгам. Надо, говорит, посмотреть, но теоретически тогда вот может. Ира, скажите, мы знаем про 102% нагрузки, с которой работает Владивостокский порт. Я несколько лет назад в очередной раз, проводя в Владивостоке две недели, у меня была забава, я считал количество судов на горизонте. Сейчас их точно в два раза больше. Это видно невооруженным глазом. Но вот этот вынужденный разворот на Восток может обрести новое качество, означающее и новые тарифы. Потому что... Ну, сейчас это все вынужденные истории последнего года. А смотреть нам надо сейчас далеко-далеко вперед. Как вы считаете, у Дальнего Востока... Ну, возьмем хотя бы Владивосток-находка. Есть шанс изменить дело так, что Юрию Ивановичу не придется переживать, что из журналистов кто-нибудь что-нибудь скажет лишнее. Оно будет просто нормально. Большое спасибо, Сергей Борисович, уважаемые коллеги. Ну, я думаю, это даже не вынужденно, а немножко запоздавший разворот. Потому что вообще вот ту же самую тему, о новой географии международного сотрудничества, которую мы обсуждаем сегодня, примерно 150 лет назад в одном из петербургских ресторанов обсуждали три совершенно непохожих друг на друга человека. Адмирал из третиразрядного по бюрократическим меркам учреждения, полковник из пожарной службы МВД, МЧСный полковник, как бы сейчас сказали, и наследник сибирского золотопромышленной династии, которая по своим деньгам тогда входила, ну, если нынешние мерки, в топ-10 русского списка Форбс. И вот они и сидели, 60-летний адмирал, 45-летний полковник, 25-летний наследник, люди из разных эпох, из разных социальных слоев, и они обсуждали ровно то, о чем мы говорим сейчас. И они делали, сделали многое для того, чтобы новую географию международного сотрудничества воплотить в жизнь. Адмирал это Геннадий Иванович Невельской, человек, вдохновивший масштабное освоение Дальнего Востока России, МЧСный полковник это Евгений Васильевич Богданович, вдохновитель, идеолог, агитатор и пропагандист Транссиба, человек, который эту идею создал и 20 лет бился за эту идею, за что поплатился должностью, кстати. А золотопромышленник это Александр Михайлович Серебряков, его честь был потом назван Ледокол Александр Серебряков, организатор и финансист полярных экспедиций, создавших Северный морской путь. И вот эти три человека, они ответили на тот вопрос, который мы сейчас задаем следующим образом. Новые транспортные коридоры и новая портовая инфраструктура. Вот этот костяк сможет перенацелить, а ведь обсуждали они эту историю, когда вы, Сергей Борисович, об этом прекрасно рассказывали, когда тогдашняя сверхдержава, от которой уже сейчас ничего не осталось практически, кроме маленького островка, и на нем по-моему уже скоро они расходятся. Вот тогдашняя сверхдержава окружала Россию геополитической блокадой. Поэтому идея, и правильно вы привели пример Евразийского форума, вот на Евразийском форуме, который завершился три недели назад, как раз речь шла о транспортных коридорах, их несколько, для нас сейчас важен транспортный коридор север-юг, это большая серьезная задача, в общем-то осталось соединить 165-километровым железнодорожным участком, участок между городами Реште, Астара, для того, чтобы из Индии в Санкт-Петербург могли двигаться контейнеры со всего этого подбрюшья, две недели назад из фонда национального благосостояния были выделены денежные средства на масштабное развитие железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба, есть несколько проектов по развитию портов Дальнего Востока, включая Приморский край, и, конечно, Севморпуть, который достаточно долгое время недооценивался. Кстати, говоря, когда обратились к Александру Второму с идеей Севморпути, один из его сановников, генерал Зиновьев, просто высмеял автора записки, сказав о том, что вообще все государства из северных территорий веселяют людей, а вы нам про какой-то теплый пролив говорите, и вместо того, чтобы развивать железную дорогу из Нижнего Новгорода в Москву, вы тут про северный путь заводите речь. Поэтому транспортные коридоры, развитие портовой инфраструктуры, в том числе на Дальнем Востоке России, это серьезный шаг для создания новой географии международного сотрудничества. И Владимир Григорьевич может подтвердить, у нас уже наверное лет 10 мы обсуждаем, даже больше, лет 15 мы обсуждаем проект, к которому с достаточно большим интересом относятся китайские партнеры, осуществлять, использовать порты Владивостока для того, чтобы часть груза из старой северо-восточной промышленной базы, из провинции Хэлунзян, Зелинь, перевозить на юг Китая. И это, вот если считать в деньгах, это дешевле, чем использовать ту загруженную железнодорожную сеть, которая там в восточном побережье Китая работает. Поэтому, Сергей Борисович, портовая инфраструктура и транспортные коридоры, то, о чем наши предшественники Геннадий Иванович, Евгений Васильевич и Александр Михайлович разговаривали 150 лет назад в петербургском ресторане, по-прежнему актуально. Я много здесь ездил. Мы вот с Володей в свое время сделали проект про С-56, а потом делали проект про освободительный поход Красной Армии в Корею в 45-м году. Я помню, что ехали мы в сторону Хасана, на сны границы, где как раз, собственно, и видно прекрасно, что вот бы перемычку сделать, но на всех, как на одном мостах железнодорожных, были сбитые или не сбитые профили Сталина и 1938 год. Вот тогда мобилизационный ресурс сработал, очень быстро сделана была инфраструктура в 30-е годы. Сейчас что тут конкретно сделать, какую перемычку где открыть, чтобы вот Дальний Восток заработал не на 102%, а на 150%, и так, чтобы плечо Перу Шанхай сравнялось, было раз в пять дороже, чем плечо Шанхай Владивосток. Вот что конкретно надо сделать, чтобы нам, журналистам, было об этом писать? Да. Конкретно нужно сделать несколько, во-первых, у нас на участке Хабаровска Владивосток есть несколько дистанций, которые толком не электрифицированы и которые из-за этого имеют недостаточную пропускную способность. Мы предлагали и говорили с РЖД о необходимости увеличения инвестиционной программы РЖД, которая была бы связана с расширением пропускной способности железнодорожных путей вот на этом участке Хабаровск Владивосток. Это порядка 52-55 миллиардов рублей инвестиционная программа. Кроме того, большая проблема это дефицит подвижного состава, специализированного подвижного состава, контейнерного подвижного состава. Это мы все явно увидели в период пандемии три года назад, когда ценник за ТЕОС, за 20-футовый контейнер подскочил. Поэтому еще одно направление это возможность создания производства по строительству этих контейнеров. Третий я о нем сказал, это участок, который называют еще восточные дистанции, это расширение возможностей БАМа. Вот та железнодорожная магистраль, которая там была выстроена, она по оценке грузоотправителей, работающих в этом направлении, нуждается в дополнительной нитке, и это еще, но это больше, чем участок Владивосток-Хабаровск, примерно в два-два с половиной раза. Но насколько мы поняли, в этом году принято решение о том, чтобы начать реконструкцию развития этого участка, причем не за счет повышения тарифа, не за счет тарифной политики РЖД, а выделяются средства из Фонда национального благосостояния. Речь идет порядка о 300-350 миллиардах. Еще очень важное направление это развитие портовой инфраструктуры в Петропавловске, Камчатском и Владивостоке, потому что это опорные пункты для Северного морского пути, а там это Мурманск и Архангельск. В Мурманске работа по реконструкции Мурманского торгового порта и Мурманского рыбного порта уже началась. Кстати говоря, вы сказали о государственной мобилизации, вероятно, это такой инструмент, потому что Мурманский рыбный порт национализирован. Сделка по его продаже прежним собственникам признана недействительным, и он перешел в собственность государства. Поэтому развитие портов Мурманск, Архангельск, Петропавловск, Камчатский, расширение пропускной способности железной дороги Транссиба на участке Хабаровска, Владивосток, расширение пропускной способности БАМа вот на круг, если так, крупную клетку, ну, всего ничего, 500-600 миллиардов. Но это на самом деле я сейчас прикинул по карте. Это ведь, конечно, и Ванина совершенно по-другому будет с Совгаванью позиционирована, потому что в их сторону пойдет грузопоток намного больше. Я хотел спросить у организаторов, я просто не в курсе. У нас на связи наши коллеги из Иордании, из Никарагуа. Они нас слышат, видят. Мы можем к ним обратиться? Да, можно? Добрый день. Добрый день. Это кто сейчас ответил? Ал-Атум Хусам Мустафа. Добрый день. Добрый день. Мы обсудили сейчас китайское направление, чуть-чуть латиноамериканское, к нему вернемся, север-юг, но еще не упомянули про Арабский Восток. Мы видим, как Арабский Восток себя ведет в нынешних обстоятельствах. Ну, взять хотя бы самолет, который летает из России, все, мы через Катар, Эмираты и прочие такие страны летаем. Вы молодцы, вы как раз этой возможностью вы арабы, арабский мир воспользовались в полной мере. Что бы нам нужно про вас помнить, что бы это работало? Не слышали мой вопрос, да? Я говорю, вы молодцы, вы пришли практически на помощь. Что Россия со своей стороны должна бы сделать, чтобы укрепить этот арабский путь во внешний мир? Хорошо, спасибо за вопрос. Уважаемые организаторы, участники нашей встречи, приветствую вас из столицы Королевской Иордании, Аммана. Спасибо за приглашение. Я, как выпускник МГУ, журналист, автор трех книг здесь, в Иордании. Первая книга это была Россия и арабский мир. Вторая книга это противостояние неоправданной рософобии. А третья книга именно безконечная война, об украинской войне, об спецоперации, которая сейчас до сих пор идет и ходит. Учитывая современную политическую ситуацию, сотрудничество России с Востоком конечно является перспективным и важным направлением, которое послужит укреплению многополарного справедливого мира. Мир, который был до спецоперации, русской спецоперации, это не мир, который после. Запад менялся и он возвращался назад не будет. То есть отношение Запад с Россией и Россия с Западом тоже так. Но с Востоком надо учитывать чего много. Надо приближиться серьезно к Востоку. У нас много чего можно сотрудничествовать именно с Россией на уровне экономики, политики, военной сферы, дипломатии и так далее. Но этот вопрос очень серьезный. Среди арабского мира много русофобии, много дезинформации против России. Вы сами заметили вместе со мной как последняя конференция арабская верхушка в Саудеской Аравии. Туда пригласили Владимира Зеленского, но не пригласили ни одного со стороны России. Я это критиковал и написал в моем материале. до сих пор арабский мир находится под влиянием Запада именно Америки. А когда будет серьезное сотрудничество с Россией, когда мы можем видеть журналисты русские у нас, когда мы можем видеть русские дипломаты приближаются к журналистам, профсоюзам, журналистам и так далее. Наши журналисты хотят, а где русская сторона, чтобы их пригласить в Россию, приближиться к ним сюда, дать им квоты, научить им говорить по-русски. Много чего можно делать для таких дел. Авиасообщений нет между арабским миром и Россией, конкретно между Ярданией и Россией. Мы летаем через Турцию, через залив, через Каир, чтобы именно побывать в Россию. По праву я считаю Россию именно свою вторую родину. Поэтому много чего надо работать. Я уже выпустил три книги и готов писать и четвертую книгу. Скажите, пожалуйста, о вас слышат? Здесь в арабах да, слышат. Например, в Ярдании король меня поблагодарил. Самый крупный принц Ярдании Хасан меня поблагодарил. Все премьер-министры страны звонили лично. Но, к сожалению, со стороны России до сих я не получил ни одного благодарности. Даже за последний год. Даже за последний год, как видный журналист, и меня весь арабский мир читает и слышит. Давайте обратимся к нашему другу из Никарагуа, Мануэль Эспиноса. Мануэль Неоши. Да, прекрасно. По-русски будем говорить, да? Что касается Никарагуа, то ситуация иная, чем у нашего друга из Иордании, потому что, несмотря на очень небольшой товарооборот, Никарагуа, безусловно, находится на поверхности российской внешней политики. Никарагуанские участики и регулярные гости самых различных российских форумов, начиная от Лаурьяна Ортегеса президента и заканчивая хотя бы главой Минфина. Однако же даже за последний год, даже за последний год, я не слышал о каких-то прорывах в логистике между Тихоокеанским побережьем в Латинской Америке и тем же и Владивостоком, где мы находимся. Почему это происходит? Почему, вернее, точнее, это не происходит? Сергей, добрый день. Я хотел вначале всем организаторам и участникам этой конференции тепло поприветствовать из Никарагуа. Ну, для других участников Никарагуа находится в самом церкви Татистской Америки, да. и особенно вам, Сергей Реляев, который я с уважением и с большим интересом слежу, когда вы проводите такие специальные, прекрасные, профессиональные репортажи о лесу, о СВР и книги, которые написали по такой профессиональной тематике. Ну, конечно, отношения между нашими странами находятся в более порядочном формате. У нас стратегические отношения с Российской Федерацией и долгие годы, когда американская внешняя политика администрации Рыгана проводила такую правовую войну против Никарага в 70-х годах. Нас сильно поддерживал Советский Союз. И все это является основной базой наших современных и актуальных отношений. У нас есть много чем гордиться в коммерческих и в культурных и в политических и военных отношениях. Такого прерыва нет. Но думаю, надо именно с Российской Федерацией в условиях современных и политических реалий, которые создают возможность сформирования новой географии векторов сотрудничества на международном арене сотрудничества постоянно укреплять. то, что дает сейчас поворот России на восток и реализацию внешней политики по построению большой Евросии, это просто превосходит то, что когда-то англичан Хальфор Макиндер сказал по геополитическому определению Харленда. Сейчас у России есть такие масштабные аспекты для геоэкономической привлекательности. И не только геоэкономической, всем ясно, что российская специальная военная операция породила необходимые импульсы для трансформации канавополярного миропорядка в многополярный. И это сейчас создаётся очень быстро и скорично в условиях укрепления развития Евросоюза, поэтому наши глаза туда сейчас смотрят. Но всё-таки необходимо сейчас использовать конъюнктурное преимущество изменения системного порядка и максимальное использование глобальных, в том числе российских средств массовой информации, особенно в пользу этой трудной задачи. Да, так и есть. Спасибо, Мануэль. Я хочу обратиться к присутствующему здесь, Роману Леонидовичу Гривану, заведующий капитал международных отношений Владивостокского государственного университета. Роман Игоревич, на самом деле, что очевидно совершенно, что не хватает во всём этом такого в хорошем смысле слова синтетического подхода. Синтетического. В Штатах есть треугольник, она, правда, единственная страна в мире такая, где люди ходят, госслужба, частные корпорации, академии, университеты. И вот они переливаются. У нас бизнес одно, даже в течение этого года. Правительство, ну, между финансо-экономическим блоком, конечно, золотой памятник надо ставить за этот год, но тем не менее. журналисты третье, и, конечно, есть ощущение того, что мы догоняем. Ну, слушайте, я вот люблю этот пример приводить. В 1934 году в корреспонденциях наркоман дела СССР и посольства СССР в Уругвай обсуждала схема перехода на национальную валюту на дворе 2023. Вот. что же мы не потратили последние 15 лет на это создание, на создание такого. Вы сейчас студентов, на что настраиваете? Как будете? Большое спасибо за вопрос. Но я хотел бы начать немножко издалека. Мы должны понимать, что политика, экономика, культура, они не существуют сами по себе, они все состоят из людей. И одна из главных проблем любого периода, когда необходимо развитие, трансформация, это, собственно, кадры. То есть, как известно, кадры решают все. Это сталинский лозунг. Ну, не буду спорить. Так вот, большая проблема любого периода модернизации, это необходимость большого количества людей, которые способны прийти и создать что-то новое, прийти и работать. И сейчас, к сожалению, мы по тем или иным причинам, особенно в сферах, которые связаны с международным бизнесом, с международным, в принципе, любым взаимодействием, мы видим дефицит кадров, дефицит людей, которые владеют языком на достаточном уровне, дефицит людей, которые способны понимать чужую ментальность, в принципе, общаться с иностранцами долго и продуктивно. И мы сейчас студентов настраиваем на то, что вы должны быть людьми, которые готовы принять изменения, в тяжелые моменты все равно остаться теми, кто продолжает работать и, несмотря ни на что, продолжает развивать то направление, в которое вы пойдете. И, собственно, я считаю, что задача образования сейчас в том, чтобы вырастить специалиста, который будет готов работать. И работать, причем не в том, не в той парадигме, которая, возможно, сохранилась с прошлого века, что я пришел в 20 лет, в 21 год на место работы и там до пенсии, собственно, я и останусь и меня будет вести течение. Нет. То есть сейчас нужен специалист, который способен принимать решения, способен брать на себя ответственность и, мне кажется, задача, собственно, структур, которые нуждаются в новых кадрах, в том, чтобы они образование в этом поддержали. То есть сейчас, да, действительно есть дефицит коммуникации между университетами и потребителями, собственно, кадров. то есть они существуют в таких несколько параллельных вселенных и, да, есть претензии, что университеты иногда учат не тому, чему нужно, так они не знают, чему учить, потому что вы не пришли в университеты хотя бы даже на встречу со студентами, вы не рассказали, что нужно, вы, возможно, не объявили целевой набор, то есть нет какого-то такого понимания, что вы должны, собственно, формировать этот самый спрос на рабочую силу. Вернее, я не говорю, что такого нет вообще. Такое есть в крупных компаниях, даже есть собственные университеты корпоративные, но именно таким массовым явлением это пока, к сожалению, не является. Мы с вами до сих пор, уже много что обсудили, до сих пор мы не сказали, на мой личный взгляд, ключевую вещь. Очень многие из усилий, которые сейчас прикладываются, системные или не системные, к тому, чтобы выстроить новую географию, новую логистику, связаны все-таки с безальтернативностью международного сотрудничества. Слава Богу, ни разу не прозвучало за этот год, а давайте закроемся и все будем делать сами. Напротив, подчеркивается, что надо делать с партнерами. Вопрос в том, как с этими партнерами отношения выстроить. Я предлагаю эту тему, может быть, оставить как раз для момента, когда мы доберемся до ответов вопросов, а сейчас о прекрасном, о культуре, которая нас связывает. Давайте в качестве довеска к тому, что мы до сих пор говорили о экономике, о том, как ее освещает журналистика, и то, как, кстати, для журналистики есть и следствие от экономических дел. Переключимся на культуру, дадим слово тем, кто у нас занимается из числа наших собеседников онлайн, а потом перейдем к вопросам, потому что иначе мы с вами затронем 254 темы, а забудем о главной. Значит, я так понимаю, что у нас есть записное обращение Светланы Радыгиной, это руководитель Русского центра университета Дамаска, Сирия. Давайте послушаем. Отношения России с Востоком развивались во протяжении нескольких веков и традиционно на стиле дружественных характеров. Интерес к Востоку присутствует в произведениях классиков. Солнце русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин, чей день рождения мы отмечаем в этом месяце, не раз обращался к восточным сюжетам и образам. При этом виртуозно владел как библейскими знаниями, так и знаниями священной книги мусульман. Достаточно вспомнить отражание Корана. Что касается Сирии, которую я представляю, то еще в 1893 году в Дамаске была открыта консульство Российской империи, а уже в советские государства дипломатические отношения установлены в июле 1944 года. Так как по специальности Ярусильства мне бы хотелось остановиться именно на теме преподавания языков и их влияния на формирование векторов кооперации. Как это не звучит банально, но язык это дверь, открывающая другую культуру, что помогает своему пониманию и трудотворному сотрудничеству. В 2014 году русский язык наконец-то вошел в программу в связи общеобразовательных школ и в университетское образование. Сегодня более 36 тысяч школьников в 253 школах изучают русский язык, как второй иностранный. На кафедре университета Дамаска около 200 студентов, изучающих русский язык. Это хорошая база на будущее для формирования взаимовыгодных двусторонних отношений, ведь именно молодежи предстоит развивать кооперацию. Такие кадры могут быть задействованы в туристической сфере, в культурном пространстве, в сфере образования и для развития экономических и дипломатических связей. Молодежь шахту переключается с русского на радость и наоборот. Такую полифонию мы демонстрировали не один раз на концертах с участием синих школьников, в частности на новогодней елке Дамасской опере, подготовленным Министерством Просвещения Сирии в совместном с Международным Департаментом Правительства Москвы. Слияние языков делает окружающий мир ярче, обогащает участников общения новыми знаниями, развивает приятное мышление и дает возможность работать с командой. Все эти качества нужны современному человеку в наше непростое время. Ведет самослежного распространения и изучения русского языка в Сирии является победа сирийской школьницей в финале международного конкурса чтения прозы «Живая классика» в этом году и ее выступление 3 июня в суперфинале на Красной площади вместе с Детями с Россией. Хочется особо отметить, что она изучает русский как иностранные и ее родители коренные сирии. Так как я являюсь пятый год подряд куратором национального этапа этого конкурса в Сирии мне очень отрадно осознавать, что дерна, которые мы посеяли, уже сошли, так как когда мы только ввозили русский язык как иностранные, сразу взяли направление на организацию и участие в различных неклассных мероприятиях, конкурсах и концертах. В результате поездок в Россию у сирийской молодежи закладываются прочные связи с российскими светниками. Они продолжают общаться через социальные сети и с помощью создания различных тематических групп и блогов формируют русский контент. И это мощное средство формирования общественного мнения. Как руководитель Русского центра университета Дамаска, я также веду страницу в социальных сетях, где выкладываются информацию о русском языке в Сирии, и каждый ученик может там поделиться своими успехами и выложить видео. Эта страница исключительно на русском языке, хотя я веду ее в арабской стране, и мои подписчики в основном в Сирии. Кстати, первыми преподавателями арабского языка в России были выходцы из Сирии. В Сирии сейчас замечательный профессиональный преподавательский состав, который может помочь в изучении арабского как иностранного, как онлайн, так и непосредственно в Сирии. И хотелось бы более продуктивного использования этой возможности как для арабистов, так и для журналистов, дипломатов и тех, кто занимается изучением арабского языка. В Дамаске прекрасные институты для иностранцев, изучающих арабский язык, изучающих арабский язык как на базе Министерства посвящения, так и на базе Дамасского университета. То же самое касается и религиозного образования. В Сирии имеются прекрасные религиозные школы на базе Министерства ВАГСа, которые помогут обладеть настоящими религиозными знаниями. Современность бросает нам все новые и новые вызовы, однако общаясь, мы можем справиться с ними и в этом нам поможет знание языков и развитие контактов между представителями обеих стран, в особенности молодого поколения. Спасибо. Ну вот теперь ложку дегтя. Да, идут параллельные процессы, разворот экономический на Восток, поиск новых путей, есть старые инвестиции в тех студентов, которые учились в Советские Союзе, которые сейчас в самое время вспомнить русский язык и так далее и тому подобное, но давайте вот так, уж в Владивостоке тем более это звучит актуально. Ну, весьма и весьма популярна японская культура в России. И в Японии, насколько мне известно, я там бывал, двух премьер-министров интервью писал, интересуются хотя бы на бытовом уровне русской культурой. но ведь этот интерес, к сожалению, ничего не выдал в плане какого-то такого выхлопа, который позволил бы в текущих обстоятельствах что-нибудь решить. Я поэтому у Фуроя Мидзуки, магистрантки второго курса Тихоокеанского государственного университета, который с нами на связи, хотел спросить, Фуроя, а зачем вы изучаете русскую культуру? Она на связи с нами? Здравствуйте. Добрый день. Зачем? Ну, мне нравится русская культура. Хорошо, а мне нравится Японская. Просто так. Но что-то как-то вот отношения между странами нашими лучше от этого не становится. Почему? Еще раз, пожалуйста. Вам нравится русская культура, мне нравится японская. Но почему-то отношения между нашими государствами, между политической Москвой и политическим Токио лучше от этого не становятся. Почему? Почему? Ну, знаете, после Второй мировой войны на политику Японии влияет Америка. Поэтому, ну, у нас японцы любят более американскую культуру, чем российскую, ну, рысскую. Это так. В Японии более популярен бейсбол, чем лапта. Это мы тоже знаем. Но вот мы просто сейчас обсудили экономику и перешли на культуру. И для нас культура это такая надежда, что уж там-то все хорошо. Но вот нехорошо в российско-японских отношениях. В чем проблема, кроме Америки? Кроме Америки? Или ни в чем? Я думаю, все. Ну, просто Ваш смех это лучший ответ. Ну, русские люди не уливаются. И нам кажется, что это очень страшно. Понятно. Спасибо. Очень хороший, очень лаконичный, но исчерпывающий ответ. А теперь я хочу обратиться к Сергею Анатольевичу Данилюку, руководитель военно-исторической ассоциации ДОТ, преподаватель цемени Пушкина в городе Каушаны, республика Молдова. Сергей Анатольевич, ну вот у России с Молдавией это как раз что касается культурного взаимопонимания все прекрасно. Два православных народа, давно живут либо бок о бок, либо там как-то. Но вот это наша близость культурная. Русские с японцами так друг друга интересуются. Мы с молдаванами друг друга прекрасно понимаем. Но вот это понимание в последние несколько месяцев ну никак не помогло ни экономике, ни политике. В чем дело? Добрый день всем. Спасибо большое за возможность. Меня слышно, да? Принять участие в этом интересном мероприятии. Что касается ответа на ваш вопрос. Мне кажется, проблема здесь кроется не в последних месяцах, а в том, что вот этот ком в каких-то взаимных ошибках он накапливался довольно давно. Возьму простой пример. Я работаю в русской школе преподавателями. И каждый год, когда заканчивается обучение в 12-м классе, выпускники выходят в светлое будущее, открываются замечательные перспективы. Так вот, огромное количество русскоязычных детей, русских и русскоязычных детей, уезжают учиться в Румынию. Куда уезжают учиться, простите? В соседнюю Румынию. А, в Румынию. Да, да. Потому что там предоставляются льготы для обучения, предоставляются места, предоставляются общежития, стипендии и так далее. Это близко. Этот факт очень печален, к сожалению, потому что приведу другой пример. Что касается нашей общей истории и культуры, в особенности то, чем мы занимаемся как военно-историческая ассоциация, это, например, история Великой Отечественной войны. И если в официальных учебниках Министерства образования Республики Молдова в Великой Отечественной войне уделяется один урок и пара страниц в учебнике, причем под таким ключом, что довольно без слез не взглянешь, как говорят, но у нас хотя бы есть возможность как-то на эту точку тренировки влиять, как-то на дополнительных уроках расширять, как-то объяснять все как есть, то в молдавских школах такого нет, скорее всего, не делается. А тут мы получаем еще по факту результат, что дети из русских школ уезжают учиться в соседнюю страну, где, соответственно, картина будет совершенно другая. В чем здесь проблема? Я вижу, проблема в том, что как-то мы упустили вот этот момент, что вкладываться в молодое поколение, которое вот росло здесь, в Молдавии, Россия могла бы, наверное, все-таки больше в свое время. То есть, наверное, нужно было как-то на государственном уровне решать эту проблему и доставлять больше места, доставлять больше возможностей. Потому что люди, прошедшие обучение в России, вы сейчас говорили о Дамаске, о том, что надо вспоминать в советский период, там осталось много людей, знающих русский язык, а тут русский язык знали изначально. У нас этот период был общий, советский. Вот я вижу в этом проблему. Еще один момент хотел обозначить, это, возможно, мое личное мнение, но я считаю, что мы вступаем в эпоху, когда интернет, это на сегодняшний день иногда единственная возможность получить продвиговую информацию. Например, у нас в республике закрыты все русскоязычные каналы и молодежь еще как-то может с этим справиться, то есть, войти в Телеграм, в интернет, получить эту информацию оттуда и из России, то у более старшего поколения с этим проблем. И тут мы сталкиваемся с тем, что вот эта суверенизация интернет-пространства, Россия обособляется где-то, Молдова обособляется, закрывается. Вот пример. Сайт госкаталога. То есть, каталог всех музейных фондов РФ с территории Молдовы недоступен. То есть, надо пользоваться ВПМ, надо обучать людей, как этим пользоваться. То есть, каковы здесь причины, мне сложно сказать. То есть, ладно, если это какая-то госстайна, но это культурный проект, который, можно сказать, может быть таким мостиком между нами. Но он вот почему-то в таком состоянии. Что еще хочется сказать? Касаемо журналистики. Мы видим, во что превратилась журналистика на сегодняшний день на Западе, и в частности, даже у нас здесь, в республике. В этом отношении хотелось бы, чтобы российская журналистика стала талонной. Чтобы люди, слушая, читая эти новости, могли им доверять 100%. Потому что государственная машина на Западе и здесь работает на полную. То есть, чуть что, любая неправильная информация, это фейк. Но люди, у которых есть голова, они могут, в принципе, ориентироваться в этом сами. Поэтому хотелось бы, чтобы журналистика в России была примером для всего остального мира. Как и какой она должна быть на самом деле. Вот так, возможно, немножко сумбурно, эмоционально я хотел бы рассказать свои... Спасибо. Спасибо, Сергей Анатольевич. Чтобы завершить опрос всех присутствующих, мы как раз завершим Аллой Шляпиной, журналистом, автором радиопрограмм, публичности сайта фонда «Русский мир». Алла, мы, в принципе, очень большой такую сейчас панораму охватили, начиная от экономических вызовов, которые стоят перед страной для переналадки географических направлений сотрудничества до гуманитарных. Мне, кстати, почему-то кажется, что те инвестиции, например, в железные дороги, о которых говорил Герман, они должны быть в миллионы раз больше, чем очень-то небольшие вложения, которые требовались бы для расширения того же количества стипендий иностранных студентов, которые могли бы обучаться в России. Я бы вас даже попросил, может быть, как-то обобщить все, что вы услышали. Алла, слышите нас? Похоже, у нас как раз Алла, к которой я последний хотел обратиться, не на связь. Будем надеяться, что потом мы к ней вернемся. Друзья, я очень быстро подытожу услышанное, практически я это сделал. Необходимость... Алло, это что? Алло, да, здравствуйте, меня слышно, просто здесь у меня очень плохой интернет, не тянет. Ой, Алла, тогда мы рискуем. Давайте сюда... Хорошо, хорошо, спасибо. Не взрывайтесь, извините. Если коротко, то необходимость переналадки очевидна, сделанная за этот год громадно, однако все грехи в общем-то нам мгновенно узнаваем. Да, где-то мы опоздали с инвестициями, сейчас надо быстро, 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 быстро доделывать, где-то сэкономили, мне кажется, вообще легко решаемо, как последние гуманитарные проблемы, где-то были не в курсе тех достижений, которые у нас есть. Возвращаясь к тому, о чем я говорил в самом начале, в нашей среде журналистской, да, есть прекрасные российские редакционные программы, купали иностранные, но они работают, даже уже изобретать не надо, здесь вот никакой штурмовщины, но они есть, почему их не ставили? Ну и нарцы. Есть наше музыкальное наследие великолепное, слушайте, ну уж, российских композиторов 19 века, но любой вкус, они перезаписаны современным способом, и сейчас вот, когда нам нужно музыку вставлять в фильм, надо идти несколько кланяться и по новой записывать, чего я там, Женя, последний предлагал, у меня список был, Чайковский, Глинка и Мусоргский. Вообще все свое, не под копирайтом, она надо записывать, сейчас это по новой, куда мы смотрели в предыдущий год, хотя оно есть и свое, вообще, вообще, вообще не проблема, надо браться за ум, сейчас быстренько-быстренько-быстренько-быстренько многое налаживать, это я кратко подвел то, что мы обсуждали, да, и в экономике, и в логистике, и даже в бизнесе, в делах. Перед нами открывается вселенная, если у кого-то есть вопросы, комментарии, предложения, то давайте время, минут 10 у нас, насколько я понимаю, есть. Пожалуйста. Или всем и так все понятно. Пожалуйста, конечно. А какой здесь способ? Микрофон должны поднести, я просто не знаю. Должны или так слышны? Ну, в принципе, слышны, давайте. Большое спасибо за вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Никита Александрович, студент 3-го курса международных атаками. Я хотел бы задать вопрос Владимиру Кошенко по поводу того, вы ответили, насколько хорошо происходит обращение информации для китайцев, но как хорошо обращается информация российско-китайских атаканов в России? Ну, я не буду говорить о, не знаю, больших федеральных каналах, хотя, к примеру, отличная программа есть на Вести ФМ, которую ведет Маслов. Маслов. Маслов, да. Очень круглый, серьезный специалист китай-вет. Он сейчас ректор из Туто-Азиафрики, Москва. Так точно, да. Николай Вавилов очень интересный эксперт, который, ну, важные вещи озвучивает иногда, и даже закрытые, то, о чем говорил Юрий Севаченко. Подцензурный, так скажем. Вот. Поэтому, что касается нашей, допустим, работы, то любые события в культурной ли сфере, в экономической ли сфере, связанной с Китаем, поскольку мы все-таки здесь живем, и есть такая приморская пословица, курица не птица, Китай не заграница, да. Мы про Польшу так говорили раньше. Вот. Поэтому китайская тема интересует, и мы вот выпускаем нашу программу «Китайская шкатулка» с еженедельным режимом вне зависимости от новогодних или там майских праздников, отпусков, авторов и китайского нового года, когда они сами уходят в отпуска, и октябрь, когда у них день образования КНР. То есть материал есть всегда. Я, со своей стороны, скажу, что не случайно ГТРК и ВГТРК были, Владимир Григорьевич ему помянут, как партнеры бывшего CCTV, ныне CGTN, потому что я очень далек от тематики, но вот буквально сейчас, когда мы делаем проект «Мировой водораздел», один звонок китайцам и очень-очень-очень навстречу по поводу того, какую картинку предоставить, помочь нашему совкору Саше Балицкому. это вот прям такое для меня такая перемена. Перемена, потому что еще раз подчеркну, что я очень-очень поверхностно об этом знаю. С одной стороны, я там два раза с Си Цзиньпинем записывал, но реально, я вот совсем про Китай мало чего знаю, но мне казалось вот в таком в моих глазах, что в какой-то момент они развивались, 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 потом стали немножко так посматривать на нас так немножко чуть-чуть искоса, а сейчас вот такая изготовность к сотрудничеству, я просто это вот вижу. При том, что, конечно, есть очень чувствительные темы что касается бизнеса, и очень мало кто вообще вслух что-либо говорит, но и тут действительно вот не надо мешать, не надо мешать, но настроение у них поменялось, по моим ощущениям. Пожалуйста, кто-то еще? Или нам действительно все настолько ясно, что можно расходиться? Пожалуйста. Ну и вообще здесь-то так, подставка для микрофона, вопрос-то лучше панелистам, ну давайте. Ну все-таки к ведущему такому достаточно популярному. Вот не секрет, что в западных странах наша репутация, репутация нашей страны достаточно сильно, ну так скажем, подмочена. На ваш взгляд, в течение какого периода нашу страну на Западе будут воспринимать как нормальное государство? Ну, слушайте, степень нормальности у каждого своя, поэтому тут можно сказать, а мы их как нормальное государство будем когда воспринимать? Я вам скажу так, сейчас конфликт очень надолго, но наша сессия не про это. Я в этой связи вернусь к нашей повестке, что меня очень печалит, меня печалит столь резкое и масштабное, практически вселенское ухудшение отношений к России и Западу, печаль. Но в то же самое время вот я ходил и нудел многие десятилетия. Если мы говорим о многовекторности, о многополярности, что же мы не обращаем внимания на все эти остальные полюса. Даже я вам скажу, открою вещь одну, ну теперь уже задним числом можно. Мне мои начальники телевизионные, я всегда пихал свою Латинскую Америку. Мне все время говорили, практически все время, слушай, у тебя есть ночной выпуск в 23 часа, ну вот давай туда, потому что ну кому это надо. А сейчас, если вы обратите внимание, я этот год не вылезаю из эфира из Латинской Америки, это страшно востребовано. Не столько начальством, сколько зрителями. заинтересовались. Так же, как заинтересовались Китаем, заинтересовались Индией, и мне кажется, что сейчас исторический шанс действительно посмотреть на мир широко. Мы были очень европоцентричны, ну очень. И дело не в том, что там европейская культура нам ближе. Ближе, конечно ближе. Мы с вами пишем буквами, а не иероглифами. У нас, как это научно, авармистическая культура. Мы рутинно используем выражение «слава Богу», а не «слава Богам». Не полагаем, что мы с вами в прошлой жизни не были муравьями, а в следующем станем воробьем или драконом. Мы, безусловно, говорим культурологически с европейцами на одном языке. Мы евро-тихоокеанская держава, но все-таки и евро. Мы с детства знаем стихи про окно в Европу. Откуда, правда, грозить-то мы будем, швед? Но мы были в этом смысле зашорены, не глядя на других. Мир разнообразен. Мы, может быть, сейчас наконец-то это поняли. Хотя, подчеркиваю еще раз, и мне совершенно нечего скрывать, мне очень печально то, что произошло в отношениях России западом. И я искренне надеюсь, что когда-нибудь здравый смысл возобладает. Хотя сейчас, даже с точки зрения инфраструктуры, трудно представить, как он возобладает при разрушенном северном потоке, взором на мяко-проводе, ну и так далее. Сейчас даже непонятно, а как восстанавливать, что восстанавливать. вот, вот, и да, то ужасное, что мы говорили о них в банях, а они говорили о нас в locker rooms, как это называется в Америке, прозвучало публично. Публично прозвучало много такого, что действительно трудно понять, как вообще друг с другом после этого разговаривать. Что не отменяет необходимости, необходимости узнать, а что думают индийцы, а как думают китайцы, а что полагают бразильцы, что молдят южноафриканцы. И обратите внимание, что, кстати сказать, минимум половины стран БРИКС, ну, по крайней мере, ЮАР и по крайней мере Бразилия, они же, если рассуждать культурологически, мы с ними, мы можем говорить об их связи в свою очередь с тем, что мы называем западом, они называют севером, примерно как о себе. Бразильцы и южноафриканцы, бразильцы особенно, пишут буквами. Они говорят слава Богу, они ходят главным образом в христианские церкви, сейчас вместо католичных все больше и больше протестантские, но они не полагают себя частью Запада. У них нету таких пограничных проблем, как у России, нету. поэтому мироощущение другое, он другое, по определению другое. Я вот в ЮАР ездил в музей военной истории в Йоханнесбурге, но там только старый отставной белый майор армии говорит, эх, а вот тоже мы воевали в Анголе, в Намибии, и вон даже у нас стоит трофейный советский ЗИЛ, но больше ты этого не услышишь, переформатируешь, от ядерного оружия отказали. Советский разведчик-нелегал Козлов получил героя Советского Союза за то, что раскрыл ядерную программу ЮАР. Она с тех пор вообще от нее отказалась. Это произошло за два поколения. Вот. Я вот как бы так ответил наше вопрос. Такс, Макс. Для тех из вас, кому совершенно нечего делать, хочется убить время, косо посмотреть на выскочек из федерального центра, хочу сообщить, что в 17 часов 15 минут здесь состоится показ фильма, который недавно сделал я и моя творческая группа, называется Арнольд Дейдж «Последний легенд». Это история советского разведчика-нелегала Арнольда Дейджа, того самого, который завербовал Кима Филби и всю остальную кемоврическую пятерку, и чье личное дело было рассекречено только в прошлом году. Вот. А мы с коллегами в прошлом году сели на кораблик, пять дней по пятибалльному шторму плыли по сервенному ледетному океану и пришли на место его гибели. Потому что в качестве анонса Арнольд Дейдж погиб в 42-м году, 7 ноября, посреди северного ледетного океана, отправляясь при этом в Аргентину. Что было иллюстрацией того времени о том, как может поменяться мировая география. Я вот не знаю, нам сказали, где показывать-то будут? А здесь на главную. 17-15, если есть желание. Друзья, спасибо. Эта сессия в большей степени обозначила проблемы, чем их решила. Но зато мы, мне кажется, услышали всю совокупность того, какие проблемы, задачи стоят и перед медийным, и тем паче перед экономическим сообществом. Спасибо. Хороший вечер. Спасибо. Спасибо.